Байден назвал Путина, цитата, «сумасшедшим *** сыном». Да, у нас есть этот сумасшедший *** сын Путин, и мы по-прежнему должны беспокоиться о возможности развязывания ядерного конфликта. Но экзистенциальной угрозой для человечества все же является климат. Не знаю, успели вам сегодня доложить или нет, вы то летите, то едете. И президент Байден, президент США Байден снова с хамским высказываниями ваш адрес выступил. С хамским, да. Не хочется цитировать, но все-таки это президент США, скажу. Он сказал, ваш адрес сумасшедший *** сын. Вы никогда в адрес никакого лидера не то, что ничего подобного не говорили, но даже каких-то некорректных высказываний себе не позволяли. Вот сейчас так же отреагируете? Послушайте, мы же с вами недавно говорили, и вы меня спрашивали, кто для нас предпочтительнее, в качестве будущего президента, я сказал, что мы будем работать с любым президентом. Но я полагаю, что для нас, для России Байден более предпочтительный президент. И судя по тому, что он сейчас говорил, сказал, я абсолютно прав, потому что это адекватная реакция на то, что было сказано с моей стороны. Почему? Потому что он же не может мне сказать, Володя, молодец, спасибо, ты мне очень помог. Мы понимаем, что там происходит с внутриполитической точки зрения, и эта реакция абсолютно адекватная. А значит, я был прав. И то, что я говорил, я говорил прежде всего для нашей аудитории, а не для американской. Вы же российский журналист, поэтому и вы меня спросили, что для нас лучше. Вот я как тогда сказал, так и сейчас считаю. И могу повторить. Байден. Спасибо большое. В ходе выступления перед небольшой группой спонсоров Байден сказал, что угроза ядерного конфликта существует всегда. Но экзистенциальной угрозой для человечества является климат. Последняя экзистенциальная угроза – это климат. У нас есть сумасшедший сын, этот парень, Путин и другие. И мы всегда должны беспокоиться о ядерном конфликте. Но экзистенциальная угроза для человечества – это климат, сказал Байден. И вот в этой цитате, Юрий, не раскрывается ли главный страх, наверное, не только Байдена, но и Запада в целом, о том, что Путин, как он говорит, этот сын, так и готов или может нажать эту ядерную кнопку. И именно это является серьезным сдерживающим фактором. Не только вот сейчас заморозить помощь Украине, но и не передавать более мощное вооружение, которое могло бы ускорить победу Украины. К тому же, там, те же Томагавки или Атакамсы с большей дальностью. Как думаете? Нет, конечно. Понимаете, давайте разбираться в том, что вы сказали. Начиная с начала вашего заявления о том, что он встретился со спонсорами. У него был фандрейзер. На фандрейзинг приходят люди, которые согласны заплатить большие деньги, чтобы встретиться с президентом. Это, ну, значит, хорошо. Это нормальные люди, у которых есть деньги. Мы знаем Калифорнию. Он выступал в Калифорнии. Это пятая экономика мира по размеру. И что важно в Калифорнии? В Калифорнии, действительно, тема экологии – это номер один. Поэтому для калифорнийцев, для тех, кто дает деньги на избирательную кампанию Байдена, и напомним для желающих, интересующихся цифрами, что в январе кампания Байдена собрала 42 миллиона долларов таким образом. И в основном, кстати, от маленьких донатов. Но вот и большие тоже фандрейзеры. И, в принципе, у демократов сейчас 130 миллионов долларов для того, чтобы хорошо быть подготовленными к избирательной кампании, в отличие от Трампа, который теряет деньги, а то, что у него есть, он тратит на адвокатов. Ну, хорошо, значит, мы поняли, где у нас разные ситуации. И когда президент Байден выступает перед черными избирателями, он говорит про рабство, он говорит про свободу, он говорит про то, что важно этой группе избирателей. Поэтому, когда какой-нибудь пропагандист хватает его цитату, сказанную определенной публике, с определенной целью, и говорит, вот видите, мы же так и знали, он не понимает угрозу на самом деле. Но нужно просто понимать, перед кем он выступает. А то, что он назвал Путина сумасшедшим, crazy as a bitch, надо учтить, что тут был акцент не на сумасшедшем, а на сумасшедшей. Потому что он ведет себя так, как не полагается вести. Он нарушает все правила, все понятия, все законы. Ну, возможно, за исключением законов физики. Поэтому и является гигантской угрозой. Когда мы говорим о космическом оружии, которое Россия сейчас уже говорит о том, чтобы использовать в космосе, это угроза и климату, потому что после этого, после использования ядерного оружия, идет обратный результат на Землю. Но это вредит нашим и коммуникациям, и всей нашей экологии. Наша планета оказывается в опасности от одного человека, Владимира Путина. Поэтому говорит здесь о том, что это проявление, как бы, ну, как обычно. Мы признаю, вначале мы должны признать проблему и разобраться в том, в чем проблема. А потом мы должны разобраться, что с ней делать. И с ней делать однозначно. Нужно передавать оружие Украине. Нужно, чтобы Конгресс проголосовал за помощь Украине. Президент говорит, призывает Конгресс вернуться с их каникул. Говорит, что это постыдно. И хочет передать больше оружия Украине. Но мы видим, на кого работает и Трамп, и республиканцы. Представитель Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стана считает, что не видит причин комментировать заявление зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева, но ему стоило бы полечить психику. Стана на просьбу отреагировать на слова Медведева, который снова заявил российские претензии на Киев, на Одессу, сказал следующее. Обычно мы не комментируем слова людей, которые изо всех сил пытаются привлекать к себе внимание, особенно если это внутренний номер два для каких-то целей. Хотя это хорошо, что упомянутое вами лицо публично транслирует диагноз о состоянии своего ментального здоровья. Единственное, что здесь можно сказать, это порекомендовать консультации и помощь специалистов. Конец цитаты. Мы можем, конечно, ухмыльнуться и сказать, что Медведев чокнутый или в запое, но давайте не забывать, что все-таки это не обычный подзаборный алкоголик. Все-таки он крутится в кругу людей, которые в России, в Кремле решают, не могу судить, решает ли он что-то, но, по крайней мере, он находится в том кругу общения и одним ухом-то точно слышит, о чем речь идет. Вот. Часто говорили о Жириновском покойном уже, что он как придворный, простите, клоун говорит то, что, значит, Путину не положено, там тогда еще дипломатически. А вот Жириновскому можно было выходить и высказывать любое мнение, и вот, мол, сейчас такую же роль такого придворного Жириновского выполняет Медведев. Как думаете, вот эти заявления Медведева действительно списать и не читать, игнорировать и вообще забыть, кто это такой, или все-таки с некой опаской воспринимать, как некий анонс, как-то, что у пьяного на языке, это у трезвого гумя? Ну, Василий, знаете, тут несколько интересных моментов и имен, которые вы упомянули. Мне кажется, что сейчас главным Жириновским у Путина это Трамп, потому что это Трамп выражает те мысли, которые транслирует Путин, и теперь Трамп их транслирует по всему миру на американский электорат, это очень опасно. А то, что делает Медведев, я не знаю, есть ли он там, какие у него, судя по фотографиям, ситуация у него непростая или однозначная, как хотите, но то, что его, как бы, так сказать, влиятельные люди имеют доступ к его Телеграм-каналу и там печатают разные вещи, в этом я не сомневаюсь. То есть, как бы, это две разные вещи для меня. Одно это Медведев, а другой его Телеграм-канал. И оставим Медведева в покое, потому что я не знаю, что там с ним происходит, как вы говорите, где у него там ухо он держал. Я думаю, что это не имеет никакого отношения к Телеграм-каналу. А Телеграм-канал это канал по проекции, это канал устрашения, который при этом рассказывает именно о страхах и о видении самого Кремля. Им нужно лечиться. Они там потеряли все колеса, катушки и все на свете. Им нужно понимать, что они неадекватные. Они рассказывают всем другим, что люди не следят за тем, что происходит. Так что это является частью истории болезни России, так же, как твиты Трампа являются частью истории его болезни. И я думаю, что, ну как бы, я не думаю, я знаю, что Телеграм-заявление Медведева используется президентом Байденом для того, чтобы напомнить Конгрессу о том, что они не выделяют деньги Украине. Поэтому Медведев играет очень важную роль в американской пропаганде, потому что это именно те цитаты, которые нужны политикам, чтобы доказать еще раз тем, кто сомневается, что Украине нужно срочно помогать, что Россия это угроза всему миру, что Россия это экзистенциальная угроза. И когда они, знаете, начинают вот с другой стороны говорить про там Берингов, пролив и залив, мне это кажется такой угрозой типа того, что такой старый анекдот был или шутка, когда шут дал, значит, пинок королю. Король сказал, я тебя там повешу, если ты не сделаешь что-то еще более возмутительное, потому что ничего более возмутительного нет. И шут дал поджопник королеве. Так что вот то, что мы сейчас наблюдаем, это постоянная попытка бросить какой-то новый отход на вентилятор, чтобы это разнеслось, и мы забыли про предыдущее. Поэтому когда Россия начинает говорить о том, что у них претензии к Америке по поводу территориальной целостности, ну я не знаю, там территории, с одной стороны, в Америке это на уровне прессы, в общем-то, не рассматривается, потому что это еще одна очередная глупость. Но то, что они пытаются отвлечь внимание от того, что они только что казнили Алексея Навального, и на них у всех там кровь на руках, ну пожалуйста, они могут пытаться отвлечь внимание. Но это то, о чем сейчас говорят на Западе, и смерть Алексея Навального, и годовщина войны против Украины, большой войны против Украины, намного более важна в Соединенных Штатах, потому что это акт. Это не какие-то странные заявления из Думы или Медведева, которые используются для того, чтобы получить больше средств на финансирование помощи Украине. А это действительно действие. Поэтому следим, записываем, как бы передаем профессионалам, которые должны из этого лоббировать Конгресс на более большую украинскую помощь, и как-то пожимаем плечами, двигаемся дальше. Субтитры создавал DimaTorzok